Знаете, что я вам сейчас покажу? Я уже несколько часов, специалист по флагам и гербам, это я о себе так, всматриваюсь в флаг Аргентины, и я в полном недоумении и замешательстве немножко оговорился, не в флаг. Меня, друзья, поразил герб. Вот я смотрю на этот герб и думаю, то ли клоуны этот герб создавали, он слева расположен, то ли он значит что-то такое, что и не снилось нашим мудрецам. Вы где-нибудь на каком-нибудь видели идиотизм такой, что держат какую-то палочку с колпачком шута? Правильное решение нашла. Благодаря этому теперь мы знаем, что Санта-Клаус не из Исландии был, а из Аргентины. Кстати, не могу сейчас помнить, как там Аргентум переводится, это что? Серебро, да. Надо думать, неспроста этому концлагерю дали название, приветствую, Влад. Не разобрал пока ничего в этом флаге, честно скажу, и в гербе. Я только одно понимаю, что здесь какая-то тайна интересная, скрыта. Палка обыкновенная, на ней шапка. Давайте предположим, да, вот у нас, что у нас здесь ассоциация, которая нам знакома, это Шелковый путь, а Аргентина тоже может быть аргентовый какой-то. Аргентина, то есть тоже типа, ну не путь, а тина, ну то есть вот такая ассоциация, мне что-то всплывает. Вот, а две руки, это такое ощущение, что это место похоже более, скажем так, взаимодействие, содружество между вот кем-то и кем-то. То есть как перед шеей какой-то, может быть, может. Вот, так что тут вот как вот узелок, который вот внизу прикручено, очень похоже, что, скажем так, соединяет что-то с чем-то. Но мы знаем, что Аргентина имеет территорию не только на Южной Америке, но и территории на Южном полюсе, так называемый. А я бы сказал бы полюсе. Все, передаю слово. Ну, у меня тоже есть свое мнение насчет этой картинки, насчет этого герба. Возможно, что это даже нарисовано, ну, как наша земля целиком выглядит. Нижняя часть это твердь, а над нами это небо. А вот это по центру, это типа древо ясени трассиль. Ну, вот так у меня фантазия как-то сыграла. А мне кажется, что вот эта вот красная шапочка, которая надета на палке, это, ну, предположение, что-то типа купола. И смотрите, возможно, купол, вот, сейчас я не успел, кто это, Амир или Верам сказал. Я, Амир, да, привет. Смотрите, вот он как бы вот озвучил такую вещь, а я ее допомню. Помните, я много раз в последних, как говорится, недели говорил, если Аргентина упирается не в антарктический пояс, а в арктический пояс, гиперборею, тогда расшифровка Амира становится логичной, потому что носик идет к дереву эндросиль, или джамбо-двипом не легче произносить. Вот поэтому, возможно, идет какая-то завязка. Кстати, вот еще момент, я так понимаю, это герб Санта-Фе, и опять получается, что Амир очень близок к разгадке. Скорее всего, это изображена гора Меру. Если в том случае мы видели изображение джамбо-двипы, то на данном гербе просто идет конкретный намек на Арктику. Видите, в Сниках, гора, ну кто-то скажет, да там в Аргентине и без гипербореи гор полно. Полно! Но пока вот такая версия, много рабочих версий у нас получается. Ну вот я считаю, что это, по сути, фригейский колпак. Ты, Славик, смотрел за него? Вот в Википедии расписано, нет? Написано, что фригейский колпак изображен на гербах Аргентины, Сальвадора, Кубы, Никарагу, Боливии, Колумбии, а также некоторых штатов Соединенных Америки. Вот я кинул там в скайп, в чате, вот посмотри, там расписано. Почему шапка именно такого тоже, как бы, вида? Все, вот что я хотел сказать, вот, извини, что перебил, вот, хотел добавить просто, не зря Слава сказал насчет названия Аргент, то есть это потом подсказал Влад, это у нас серебро, у нас есть ассоциация, это так называемый шелковый путь, то есть это очень хороший путь торговли, то есть у нас до сих пор, даже если мы используем море, но тем не менее, раньше было, как бы, сухопутное хорошо перемещение, но почему-то там все время какие-то непонятные войны, распри, и все перешли на море, видно, начали контролировать море, и оттуда можно больше снимать налоги, но ранее так называемый шелковый путь был по земле, и он так и называется по седине, вот. И вот Аргентина, Аргентум, то есть это серебряный тина, то есть, ну, как бы, очень похоже, так называемому, как болото, то есть какое-то вот пространство. Вот как-то так, то есть, может быть, это вот тот же серебряный путь с чем-то. И мы очень многие слышали, что так называемые наши там, ну, не наши, а вообще, Папы Римские, различные диагоны туда ездят, для чего-то. То есть, значит, не все просто так. И вот в самом названии Аргентина почему бы и нет. Все, передаю слово, в своей мысли высказанной. Ну вот, смотрите, еще один вариант. Это то ли устаревший герб, не палка показана, а действительно наш дуб. Кот-ученый ходит там по цепи кругом. Он же Джамбо-Двипа, он же Ясенин-Дразиль. Вот, тут уже не палка-копалка, тут уже Ориентина, векторный герб и флайя. То есть, это интересно такая. Как там говорят исследователи? А почему это Гитлер сбежал в Аргентину? Вот теперь можно теперь думать. Слава, слава, слава. Такую картинку я только что нашел. Это вообще шедевр. Сейчас тебя отправлю лично, вот посмотришь. Ну, включишь, вернее. Это просто шедевр. Одновременно гора, одновременно дерево какое-то получается. Ну, Аргентина, верхние гербы. Вот сейчас, извините, что перебил, я его сейчас отправлю. Это действительно какая-то гифка, но я скажу так, что я ее заскринил. И сейчас я ее расшарю, чтобы все. Не, пойму, это есть еще одна какая-то гифка. Это просто, конечно, действительно шедевр найден. Так, давайте мы увеличим. Здесь вообще все это нарисовано. И руки, смотрите, раньше были раскрыты. Да. Вот на этом гербе получается, надо звезды посчитать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ну, тоже, шесть-шесть, шестнадцать четвертого. По периметру Гаромера, что надо чего-то долго. Возможно. Да, это, конечно, шедевр Гаромера. Могу сказать, что такое Аргентина? Это родина Ариев. Так и написано. Ар-джен-тина. Ар-род-тина. Ар-родина. Ар-родина Ариев. Написано на языке русов. Передаю слово. Даже придумать ничего не надо. Ар-родина. Ну, что могу сказать. Замечательно, что от нас на самом деле ничего не скрывают. А то, что мы ничего не видим, это уже никого не волнует. Вот именно. Ничего не скрывает. Все на поверхности. Не надо ничего придумывать. Все на поверхности. И смотрите, я смотрю здесь вот эту карту. Да, на самом деле. Я смотрю карту распространения добычи серебра. В Аргентине всего лишь 4%, а в Мексике 20%. Так что серебро тут особо ни при чем, действительно. А ну, то есть шелковый путь это тоже не обязательно. Что там именно в Аргентине находится этот шелк. Ну, то есть это серебро. Я же вам говорю, что не место добычи, а место перехода. А при чем тут серебро? Не надо про аргента. Ар-гентина. Ар-родина. Хорошо. Поставьте рот. Все есть. Причем тут серебро. През положение, Светлана. През положение. Ребята, нашел еще одну картину. В некоторых странах они думают, что вот этот вот палочкой, ну, колпачок этот, это типа дерево. Обычная пальма такая. А на самом деле я еще хотел сказать такую вещь, что почему вот у разных стран разные флаги. Допустим, у России белый, синий, красный. У Украины там синий, желтый. А на самом деле я как бы эту загадку разгадал. У России вот белый, синий, красный. Это белые облака, синее небо и красные маки. У Украины вот синий, желтый. Это синее небо и желтая пшеница. И также по другим странам. А Беларусь? Ну, Беларусь это как бы отдельная тема. Вот допустим, у Эстонии черный, синий, белый. Ну, черный это, там темно как бы, зимой, ночь длиннее, день короче. Иногда бывают, ну, ночь иногда там бывает. Смотри, Сережа. Это такая северная страна. Потом синий это, а, ну, синий это тоже цвет неба, а белый это снег. Вот, Сережа, Сережа, если ты, вот я тебе открою очень страшную тайну, только никому не говори. Если ты перейдешь в Славик, да, никому. Никому, пожалуйста. Да ладно. Не надо мне. Это наша тайна. Ну, давай, уже сказал. А, говори, Б, дай, Влад. Мы разрешаем тебя. И Славик тоже разрешает. Смотри, если ты посмотришь внимательно у Славика, еще дополнительный канал есть. Там все флаги расписаны, их назначение, почему они меняют период. Там все подробно-то есть. И в более обширном, и более глубоком смысле. Стих посвящается шароверам и плоскоземельщикам. Черный барашек, как самый такой, ну, тупенький, это, ну, как бы, классический, будет за шаровером, а белый барашек, он такой эйфорийный, такой, воздушный, он будет за плоскую землю. Стихи написали когда-то про черный барашек, это шаровер, а белый барашек, это плоскоземельщик. По крутой тропинке горной шел домой барашек черный, на мостке горбатом повстречался с белым братом. И сказал барашек белый, братец, вот какое дело, здесь вдвоем нельзя пройти, ты стоишь мне на пути, черный брат ответил. Ме, ты в своем барануме, пусть мои отсохнут ноги, не сойду с твоей дороги. Вот это как вот шароверы и плоскоземельщики между собой, собачица, помотал один рогами, уперся другой ногами, как рогами не крути, а вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет и внизу река течет. В этой речке утром рано утонули два барана. Так вот, плоскоземельщики, плоскоземцы и шароверщики, вот это вы два барана, которые своими лбами стукаетесь и вы утонете, вы понимаете, вы баранье. Вот Сергей Тарасов, как говорится, во многом с ним не согласен. Но когда он, у него вот сейчас не знаю, он говорит так или нет, но раньше он говорил, вы бараны. Вот вы плоскоземельцы, вы бараны, шароверы, вы баранье. Самое настоящее. Это только в том случае баранье, сейчас я поправочку сделаю. Если они услышали про... Ир, телефон играет, пойди, трубку возьми. Если человек услышал про сотовую землю и начинает продолжать наставить, что она шарообразная или плоская, в том случае он баран. Пока человек еще не узнал про сотовую землю, ему еще скидка будет, то есть он еще как бы в неведении. Но когда Баранидзе, Баран Баранович, Баранкин узнает, что земля в миллиарды раз больше, что за Антарктическим кругом находятся новые земли и континента в Америке нет, он слышит, как говорится, достоверные знания и продолжает настаивать на своем, что земля маленькая, шарообразная. А другой Баран Белый говорит, что земля плоская. Все, они автоматически являются преступниками. Потому что по закону военного времени, так как мы в оккупации, как говорится, с этого дня любой, кто утверждает, что континенты Америка существуют, узнавши, что их нет, является преступником. За распространение лживых знаний будет наказание до седьмой реинкарнации. Продолжение следует...